Из-за низких зарплат и высокой закредитованности бичане все чаще идут в ломбарды. Коммерческие организации предлагают горожанам самый простой и доступный вид займа, без лишних заморочек. Потому спрос на услуги современных проценщиков только растет. Ну а что, ломбарды неплохо. Вручают. Вот микрофинансовый у них, конечно, там 720%. Да, нехватка денег. Вот в ломбарды обращаемся. А куда деваться? Что думал о ломбардах? Но в принципе это неплохо, потому что дают залог и всегда можно выкопить. Бичане закладывают вещи, чтобы перехватить до зарплаты без бумажной волокиты и траты времени в банках и МФЦ. К тому же никто не обещает, что кредит будет одобрен. Ломбарды же работают по упрощенной финансовой системе. Для займа нужен лишь паспорт и залоговая вещь. Как известно, спрос рождает предложения. Так, за прошлый год в Бийске открылись 20 ломбардов. И тем не менее, нехватки в клиентах коммерческие организации не испытывают. Как показывает практика, 90% клиентов приходят сюда регулярно. Однако при обращении к процентщикам нужно с умом подходить к этому денежному вопросу и внимательно изучать условия займа. Добавим, что чаще всего бичане закладывают золотые украшения, гаджеты и бытовую технику. Но бывают и курьезные случаи. Пытаясь извлечь максимальную выгоду, люди сдают кружки, зарядные устройства, диджейские пульты, огромные проекторы и даже собственных супругов. Человек, когда приходит в ломбард, он должен понимать, должен интересоваться, что за ломбард, официально, неофициально, спрашивать документы при обращении в ломбард. Очень важно, чтобы человек интересовался процентными ставками, потому что во всех ломбардах они разные. Поэтому это защитит человека и даст ему понимание, где лучше условия, где маленечко повыше условия. Часть всего люди приходят, этим не интересуются, поэтому попадают в неловкие ситуации при переплате каких-то больших процентов.